Экономика всюду. Хорошие заемщики идут за ипотекой, плохие за наличными. Доля одобренных заявок на кредит наличными снизилась на 19%. Заемщики подводят. В сегменте автокредитования также меньше одобренных заявок. Интересная ситуация с кредитными картами. Там по-прежнему, с одной стороны, высока доля рисковых заявителей, но увеличилось число и ответственных. В итоге уровень одобрения заявок по кредитным картам немного вырос. А вот в сегменте ипотечных кредитов наблюдается самый значительный рост доли заемщиков с минимальным уровнем риска и с самым заметным приростом одобренных заявок. Косметика. Отрасль, в которой нашей стране пока не удается провести успешное импортозамещение. Импорт занимает порядка 70% рынка. А рынок у нас большой. В Европе по размеру четвертый после британского, немецкого и французского. По обороту, мы сильно уступаем всей вот этой тройке и даже маленькой Польше. Там покупательниц больше, и кошелек у них оказывается потяжелее. На данный момент крупных торговых сетей на территории России насчитывается более 200. Абсолютный лидер среди крупных сетей Латуаль. У этой сети 800 магазинов в регионах. В сегменте прямых продаж лидером остается Эйвен. Однако прямые проседают. Виновата экспансия сетей и растущая популярность магазинов у дома. С самыми нужными, недорогими товарами. От туалетной бумаги до хлеба. Косметика вообще перспективное дело. Самый активный возраст пользования ею от 20 до 60 лет. А таких клиенток в России без малого 46 миллионов. А интересные здесь это тренды. Рост спроса на натуральную органику. Новое слово на рынке косметических средств. Практически победа уходовой косметики над декоративной. Причем сегмент ухода за кожей станет, цитирую экспертов, плацдармом ввода большого количества революционных новинок для всего косметологического сегмента. Косметика не только украшает, но и лечит. Самые дорогие косметические средства давно продаются у нас в аптеках. Но чаще всего это все-таки маркетинговый ход. Экономика интересная сфера. Следим и участвуем.